Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Очередное возгорание подробностей крупного пожара в Барнауле. Коронавирус с разрывающей связью, рассказываем о новых правилах выезда из страны. И глобальные изменения климата уже сегодня. Кто и зачем собрался покупать воздух в Алтайском крае? Начнем выпуск с происшествия. Крупный пожар произошел сегодня в административном здании в Барнауле. Из окон летели искры, были слышны щелчки. Возгорание случилось на улице автотранспортная, загорелась автоколонна. Огонь буквально вырвался из первого этажа. Четыре звена пожарной службы работали в условиях плотного задымления. По предварительным данным Краевого МЧС, площадь возгорания составила около 60 квадратных метров. Инцидент обошелся без пострадавших. Более двух тысяч техногенных пожаров произошло в регионе в первой половине 2021 года. Большая часть в жилом секторе. Погибли 94 человека. Такая статистика прозвучала на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в регионе. Подводили итоги полугодия. Руководитель регионального МЧС сообщил о необходимости оснащать все больше частных домов, где проживают пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи, пожарными извещателями. Благодаря им гибель детей на пожарах в сравнении с прошлым годом снизилась в пять раз. На заседании прозвучало до середины следующего года. Извещатели получат еще почти три тысячи многодетных семей. Из бюджета региона на их приобретение выделят шесть миллионов. По словам руководителя МЧС, грустная статистика и по тонущим водоемах края. Число отдыхающих на воде стало в разы больше. Статистика про гибель людей на водных объектах показывает, что необходим пляж в городе Рубцовске, где ежегодно регистрируется гибель на воде. В 2020 году утонуло четыре человека, из них трое детей. В Калманском районе нет ни одного пляжа, к сожалению. В этом году уже зарегистрирована гибель четырех человек. Одним из главных вызовов этого полугодия названа пандемия коронавируса. Губернатор обратил внимание на необходимость продолжения массовой вакцинации в регионе. Сейчас в Крае полностью привито 300 тысяч населения. Еще 120 ждут вторую прививку. Виктор Томенко отметил, что вакцинация – главный способ снизить нагрузку на медиков и выйти на нормальный режим работы. На заседании также заслуженные награды получили сотрудники и ветераны подразделения МЧС Края. Восемь алтайских выпускников удалили с ЕГЭ в этом году из-за шпаргалок. Такие данные озвучил накануне министр образования и науки региона Максим Костенко. Причем он рассказал, что школьники использовали для подсказок части тела или бумагу. Ведь гаджеты пронести на экзамен практически нереально. В прошлом году было 13 удалений, в этом году 8 удалений. Но, конечно, это аннулирование результатов экзамена. Конечно, это не очень приятная история. Гораздо приятнее тот факт, что в этом году по сравнению с 2019 стало больше 100 бальников по результатам ЕГЭ. Таких сейчас 54 выпускника. Это на 14 человек больше, чем 2 года назад. В лидерах, конечно, Барнаул. Здесь 27 стобальников. На втором месте БИСК. Там 4 человека. Мы видим, что города лидирую я, но вместе с тем районные центры также не сдают своих позиций. И в этом году у нас Ельцовский район также отметился стобальником. В прошлом году у нас был Волчихинский район. То есть муниципалитеты сельские также показывают довольно высокий уровень своих ребят и тех образовательных результатов, которые ребята показывают. Один из самых сложных предметов – профильную математику – в этом году написали гораздо лучше, чем ранее. В среднем результат улучшился на 3 балла. Успешно прошла и сдача информатики. При подготовке ЕГЭ по этой дисциплине впервые использовали компьютеры. Для оснащения ими аудитории из бюджета края было выделено 45 миллионов рублей. На днях появились новые правила въезда в Россию из стран Европейского Союза. Они касаются и российских граждан, возвращающихся из-за рубежа, и иностранцев, пребывающих в нашу страну. Для многих закрытые границы из-за COVID-19 стали настоящим испытанием. Приехать к близким оказалось непросто, а в правилах слишком много нюансов. О них в специальном репортаже Анары Шагировой. Так долго близкие люди из соседствующих стран в разлуке еще не были. Ситуация с COVID-19 мешалась и тут. Я и сама испытываю некоторые неудобства из-за введенных ограничений. Для меня, как для гражданки России, встреча с мамой, которая сейчас находится в Казахстане, обернулась бюрократической волокитой. В таких же условиях оказался и барнаулец Павел Ножников. Его родные живут в соседнем Казахстане. Вспоминая, до пандемии еще по студенчеству чуть ли не каждые выходные ездил домой. А сейчас встречается с семьей не чаще раза в год. Вы понимаете, у нас все работает, в кинотеатры мы можем ходить, в бассейны ходят люди, на пляжах купаются. На бой съездить к родителям, я не могу спокойно взять, поехать. Действительно, просто взять и поехать стала проблемой. Так что со следующим визитом в республику парень пока не торопится. Слишком много нюансов. Трудности возникали, ну, двое, наверное, трудности. Первое, это как что-то технически чисто добраться до Казахстана. То есть общественный транспорт не ходит, ни поезда, ни автобусы. Приходится ехать или на такси до границы, потом в пешем порядке пересекать границу и опять садиться на такси и добираться уже до пункта назначения в Казахстане. В финансовом плане тоже это проблема, потому что надо платить за такси, платить за ПЦР-тесты. Обязательно с ПЦР-тестами без них не пускают. На данный момент сухопутная граница с Казахстаном закрыта. Поезда и автобусы не возобновили рейсы. Проехать можно только на автомобиле. И лишь официальным лицам и тем, у кого в республике близкие родственники. Родители и опекуны, супруги, дети, братья и сестры, бабушки и дедушки. На границе нужно предъявить документы, которые подтверждают родство с гражданином Казахстана. В каждой стране, конечно, свои условия для пребывающих. Так, например, в тот же Казахстан проехать пока можно непривитым, но при этом обязательно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста. Сделать его нужно за 72 часа до отправления. Однако, как выяснилось, вернуться гражданам России домой из-за рубежа совсем непросто. Здесь есть ряд условий. Во-первых, сначала они должны заполнить анкету. До того, как они вылетят обратно в Российскую Федерацию, эту анкету они должны загрузить в личный кабинет на госуслугах. Уже по прилету в течение трех дней они должны сдать один анализ. И до получения результата в течение этих трех дней должны находиться в режиме также изоляции. По получению результатов, они также свои результаты необходимы им загрузить туда же, на портал госуслуг. Однако, с 7 июля правила немного подредактировали. Если у гражданина завершен курс вакцинации и у него уже есть сертификат о прививке, сдавать ПЦР-тест ему по возвращению не нужно. То же самое и для тех, кто в течение шести последних месяцев переболел коронавирусом. Для подтверждения, что он привит или переболел, ему нужны вот эти документы, подтверждающие сертификат о прививках или сертификат о перенесенном заболевании, также загрузить в свой личный кабинет на портал госуслуг. Для иностранцев другие условия. Так, граждане Таджикистана и стран, входящих в Европейский союз, в том числе Казахстана, тоже должны иметь отрицательный тест на ковид, сделанный в течение 72 часов до прибытия. При этом на телефоне должно быть установлено специальное приложение «Путешествуй без ковид», куда необходимо загрузить результаты исследований. Вот так сегодня не сладко приходится жителям двух соседних государств. Анна Рашигирова, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. День с толком. Произрастание краснокнижных растений – не повод забирать у золотодобытчиков лицензию, считают в отделе геологии и лицензирования Алтайского края. По крайней мере, такой вывод можно сделать, исходя из ответа, который мы получили от Алтай-Недр. Специальный запрос наша редакция отправила еще до того, как власти края отказали. Артели «Солнечная» в аренде земли в Солонешинском районе. Там предприятие собиралось использовать в своих нуждах еще один участок на реке. В ответе ведомства ссылаются на закон о недрах. В перечне причин, которые могут приостановить право пользования недрами, нет пункта о наличии редких растений. По информации ведомства, лицензию предприятию выдали до 2028 года. То есть вести поиск и раскопки золотодобывающего предприятия может на участках по реке Ануй с притоками по реке Щепета и реке Солонешин. Иными словами, получается странная ситуация. С одной стороны, власти отказали в аренде участка, с другой лицензии на деятельность не лишили. Добавим, что мы задавали ведомству также вопрос о том, кто должен контролировать проведение золота добытчиками рекультивации участка. Напомним, в 2019 году компанию по суду принудили покинуть участок на реке Ануй. Но спустя несколько лет территория остается разрытой. Ответа на вопрос Алтай-Недр нам не дал. Список кандидатов от «Единой России», которые будут баллотироваться в Алтайское ЗАГС-собрание, утвержден окончательно. Во главе его губернатор Виктор Томенко. Отметим, накануне состоялась пресс-конференция, на которой озвучили имена кандидатов и обсудили программу, с которой главная партия страны пойдет на выборы. В тройку кандидатов вошли глава АКЗС и секретарь отделения партии Александр Романенко, действующий депутат Госдумы Виктор Зобнев, первый номер губернатор региона Виктор Томенко. Я получил предложение возглавить этот список, возглавить тройку, и с полным осознанием всей ответственности верусь за это дело. Три года назад на выборах губернатора партия меня поддержала, партия меня выдвинула, и никакой победы тогда, в 2018 году, без усилий всех однопартийцев было бы, конечно, невозможно. До партийной конференции предрекали, что в первую тройку списка попадет депутат Госдумы Владимир Шаманов. Он собирался представлять Алтайский край в Совете Федерации. Но в итоге Герой России возглавил территориальный список в Госдуму, куда вошел не только наш регион, но и соседняя республика Алтай. Также на конференции определили кандидатов от «Единой России» в АКЗС по одномандатным округам и территориальным группам. Алтайский край может стать пилотным регионом по адаптации к глобальным изменениям климата. Вопросы сокращения выбросов парниковых газов обсуждали на неделе алтайские и московские ученые в краевом правительстве. По мнению гостей столицы, наш край – идеальная территория для внедрения так называемой «зеленой экономики» и взаимодействия в этом вопросе ученых, бизнеса и властей. Этот проект долгосрочный. Наш регион в нем делает только первые шаги и набивает первые шишки. Так даже стартовое большое совещание не прошло без недопонимания со стороны участников. Анастасия Дороган продолжит. Новая валюта 21 века уже не нефть, а СО2, углекислый газ. Когда вся планета переводит свою экономику на зеленые рельсы, невозможно оставаться в стороне. Особенно, когда на этом даже можно заработать. Речь идет о так называемых углеродных единицах – квотах, которые компенсируют выбросы от производств, а получают их, выращивая деревья. Промышленное предприятие или транспорт выбрасывает СО2. Этот СО2 поглощается парниковыми газами в лесу. И эти инвестиции от этих предприятий и от финансовой сектора идут на посадку. Для чего нужен этот механизм? Ну, прежде всего, для посадки лесов, лесополос, сохранения лесов, чтобы они не горели. По данным Стыценко, если пожары в нашей стране продолжат бушевать с той же силой, что и сейчас, к 2050 году от лесов Алтая уже мало что останется. А это важный способ сокращения парниковых газов, чего требует и Парижское климатическое соглашение, и новый российский закон, который вступит в силу в конце этого года. И если предприятия превысят лимит выбросов, им нужно будет компенсировать вред покупкой тех самых углеродных единиц, считая деревьев. И в России уже есть компании, готовые вкладываться. Если Алтаю твердят пилотным регионам, инвесторы придут к нам. Рынок в мире углеродных единиц и квот на выбросы составляет, ну, за прошлый год, 229 миллиардов евро. Но в России подобных пока доходов никто не заметил. Территория под пилотный проект уже выбрана, это Залесовский район. Правда, у ученых уже сложилось недопонимание насчет стоимости рент земли. Залесовская администрация подняла ставку арендной платы почти что в 8 раз, 7,8. И для нас это является критичным. Если проект не доживет до его реализации, до получения промышленных объемов, вот у нас 4,7 миллиона тонн СО2. Если это оценить по доллару, то это 4,7 миллиона долларов. Власти пояснили, земли и сельхозназначения, и использовать их по назначению было бы выгоднее. И теперь разрешить вопрос должны будут в правительстве. Должно быть принято решение чуть более на другом уровне. Забрать эти земли в край, например. И заниматься уже этим вопросом. Как пример. Проблемы с районной платой существовали. На наш взгляд, для реализации данных проектов нужно увеличение площади, как минимум еще на 10 тысяч гектаров, для привлечения больших инвестиций. Сможем ли мы обеспечить количество саженцев на территории Алтайского края? Это действительно важный вопрос, так как инвесторов будут привлекать большие проекты. Но все эти вопросы будут решать в процессе. В любом случае, власти края направили в Москву письмо с просьбой включить Алтайский край в число пилотных регионов зеленой экономики. Анастасия Дороган, Данил Захаров. День с толком. Погулять на территории настоящей дворянской усадьбы 19 века, не покидая предела Барнаула, предлагают в Государственном музее истории, литературы, искусства и культуры края. Там презентовали новый проект, историко-экологическую тропу, и начали знакомить жителей с местной флорой и фауной. Подробности в следующем сюжете. Балы, вальсы, пышные платья и утонченный этикет. Такая обстановка царила в этой дворянской усадьбе в самом центре Барнаула 19 века. Эти стены помнят еще времена Александра I. Владельцем усадьбы был дворянин в первом поколении, золотопромышленник и пиктет Аларовский, выходец из Петербурга, прибывший на Алтай по службе. Его отец был представлен воспитателем к внучке Екатерины II. Вдумайтесь, какого уровня люди связаны с нашим регионом, с нашим городом и с нашей усадьбой. В этом же доме родился и вырос сын эпиктета Александр Аларовский. Он войдет в историю Российской империи как выдающийся дипломат, консул, впервые наладивший отношения России с Сиамом, нынешним Таиландом. Он налаживал серьезные дипломатические отношения с Японией. И в одном из северных морей есть мы с его имени. Вот представьте себе, мы с имени нашего земляка. Спустя сотни лет от особняка и сада, занимавшего некогда целый квартал, остался участок меньше одного гектара. В советские годы в здании располагался окружной суд. И только в начале 90-х здесь открылась гмилика. Его работники решили проложить на этой территории познавательный пешеходный маршрут, который перерос в целый проект. Для нашего города, края и соседних регионов, пожалуй, это единственная сохранившаяся именно дворянская усадьба. К сожалению, зачастую путают наши даже горожане. Считают, что у нас таких усадеб много в городе. У нас есть особняки и не один, но они купеческие. Именно дворянские усадьбы и сады отличались особенной роскошью. А вот купеческие были скромнее. Во дворе музея о временах царской России сегодня мало что напоминает. Разве что место коновязи и то до сих пор не ясно, где находилась конюшня и была ли она у Аларовских вообще. Зато есть стенды о птицах и растениях дня сегодняшнего. С одной стороны представлена их фотография, с другой стороны описание и название. Конечно, особенно дети любят здесь узнавать по голосам. Во время экскурсии на аудиоколонку записанный голос и узнайте, что это за птицы. А вот с историческими фактами беда. Никаких документов и точных данных о том, как здесь все было обустроено при Аларовских, не сохранилось. Слишком уж много времени прошло. Однако в музее надеются, а их территория привлечет горожан своим статусом, спокойствием и тишиной. Анара Шагирова, Андрей Дреер, Данил Захаров. День с толком. Театральная мастерская из Барнаула выиграла сразу три гранта на молодежном форуме «Таврида». Общая сумма поддержки – 1,2 млн рублей. Подробнее о театральных проектах расскажет Валентина Аскерова. Я избегаю смотреть на себя в зеркало. Я боюсь зажигать свет в ванной. И вчера в зеркале я нос к носу столкнулась со старой женщиной. Театральная труппа «Хомо-артистикус» при Алтайском госуниверситете начала свой творческий путь 8 лет назад. За плечами народного самодеятельного коллектива десятки актуальных постановок. Уже несколько лет помимо традиционных спектаклей на сцене артисты проводят квесты в Ютьюбе. Ставят онлайн-постановки. Своей главной задачей артисты считают развитие любительского театрального творчества в регионе. Потому что коллективов очень много. И детских, и взрослых. И они тоже хотят развиваться, заниматься, ставить спектакли, гастролировать. Но не у всех есть на это, во-первых, средства. Во-вторых, вообще понимание, как это делать. И поэтому мы организуем различные театральные проекты в нашем регионе. В этом году команда Хома Артистикуса, причем неожиданно для нее самой, на театральном молодежном форуме Таврида, выиграла средства на реализацию сразу трех своих проектов. Все они в поддержку развития любительского театрального искусства. Подчеркнем, что конкуренция за гранты была серьезной. В общей сложности на форум было больше 30 заявок со всей страны. Но в топе оказался именно алтайский коллектив. Наш театральный проект называется «Театральный участок проект «Театр бесценна». Он направлен на развитие театрального движения в условиях пандемийных. Суть проекта состоит в том, что мы соберем любительские театральные студии Сибирского федерального округа и сделаем им образовательную программу. В постановочной части мы выберем шесть театральных коллективов, которые будут ставить спектакль по трем направлениям. Это аудиоспектакль, зумоспектакль и театральная ютуб-постановка. Проект «История одной земли» берется три коллектива любительских, кто готов, конечно, путешествовать по нашему милому краю. Ставят спектакли также по латайским авторам. И самый лучший, который выберет зритель путем голосования и онлайн, и оффлайн сразу после спектакля, выбирается лучший из них, и уже он отправляется на гастроли. Преподавать азы театрального искусства начинающим артистам будут профессиональные педагоги и режиссеры. Кстати, защитила команда «Хомо Артистикус» и свой главный, старейший проект – фестиваль «Аблепиха». Его впервые провели в 2015-м, но уже достиг международного уровня. Заявку на участие в нем прислали артисты даже из Африки. Политина Скирова, Андрей Печоркин. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в социальных сетях. Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545. Далее прогноз погоды. Спонсор прогноза – компания «Ивалар». До встречи в эфире и хороших вам выходных.